Прямой удар Винчун с дополнительным импульсом от плеча и обычный дворовой боксерский удар, тоже прямой, но без вложения всякого импульса, идущий от ноги, от пятки, через весь корпус с вложением всего тела. Можно много утверждать, можно много говорить о том, что в Винчуне очень много разных ударов, разных классических ударов, финтовых и так далее. Плюс включается импульс за счет того, что когда человек бьет, он не просто наносит удар, он включает плечо, то есть двигает еще плечом вперед, плюс расправляется вся рука и на прямой руке за счет какого-то дополнительно полученного импульса наносится сверхмощный удар, и человек, противник, отлетает в сторону. Ну, демонстрировать можно все что угодно, особенно как делал этот Эмин Бастеп, когда он показывал со своим партнером вот такой вот прямой удар, то есть он становился перед ним и наносил, говорит, вот я показываю такой вот удар, но когда мы его делаем просто, человек стоит. Когда мы включаем плечо, легонечко наш человек улетает, допустим, хорошо, договорились с человеком, чтобы он улетал или чтобы он отбегал, это сегодня не новость, сегодня это не фантазия, сегодня это не удивление. Но чтобы действительно человек улетел, достаточно сделать не вот такой вот удар с вложением плеча, когда весь корпус стоит неподвижный в статике, и вы наносите просто такой вот удар. Во-первых, корпус на корпус. В нормальном поединке так никто не стоит. Если вы будете наносить такой же прямой удар, только не включая плечо, а включая всю сторону вашего тела, весь корпус, начиная от кончиков пальцев на ноге, за счет импульса, которого нет. По инерции включается все тело в ваш удар, и вы наносите действительно сокрушительный, мощный удар кулаком. Намного сильнее, чем венчуновский прямой. Он намного сильнее, он намного мощнее, плюс к этому вы прикрываете лицо рукой, вы прикрываете, делаете защиту. Точно так же с другой стороны, вы включаете все тело в работу, вы включаете все тело в этот удар. Чего не скажешь о венчуновцах, особенно тех, которые практикуют традиционную школу венчун, утверждая, что это идет у них линия от Итмана, которая заповедовала им выгонять руку в прямую линию. Ну пораните себе когда-нибудь, испортите себе суставы локтевые, будете мучиться. Чтобы действительно начать нормально работать, нужно уметь двигаться, нужно работать на опережение и, конечно же, никогда не становиться корпус на корпус к противнику. Чтобы действительно вовремя уйти от удара, достаточно встать хотя бы на 45 градусов в поворот к вашему противнику. Это очень важно. Это очень важно. Когда вы стоите вот в таком вот положении, вам наносится удар, вы можете, если вам наносят удар правой рукой, вы можете его просто-напросто сбить, нанести контратакующий. Если наносится удар левой рукой, вы можете точно так же уйти в сторону, но уже сдвигая правой рукой, нанося контратакующий. Главное включать голову в работу, думать, что вы делаете, а не просто так вот следовать бездумно различным россказням о дополнительном импульсе и каких-то секретах традиционных восточных вирновокств. Нет секретов. Нет никаких секретов. Есть просто тяжелая работа и правильная методика. И больше ничего. Нет. Нет. Продолжение следует...